Приветствую вас, дорогие мои! Вы на канале Жанны Фетисовой. А вот это вот, это шампунь с хной. Смотрите, он вот видите такой, он абсолютно натуральный состав имеет. Там мыльный корень, ну в общем там очень-очень органическая косметика, лаж. Вот он такой прям красненький. Это хна и корица, прекрасный аромат, дает замечательно пеница, чудесно вычищает волосы и не пересушивает. Вот таким вот кусочком, который у меня остался, а он такой был кругленький, как шайбочка, можно еще раза 4 помыться. Представляете, вот насколько это такие, они не бюджетные абсолютно, но вот кто любит супер-супер натуральную такую вот косметику, ручной работы, я советую вам зайти в лаж, также его можно сейчас заказывать онлайн, насколько я знаю. В общем, я оставлю вам ссылочку на этот магазин, на этот бренд. Посмотрите, пожалуйста, у них такая своя философия, очень интересная. Мась-хранитель вот такую вот регулярно приобретаю, просто чтобы она у нас была от пересушенности, от заложенности носа, даже здесь очень-очень много различных масел. Похоже немножко аромат на звездочку, но она не щиплется абсолютно. Можете нанести ее даже внутрь, слизистой в нос, например, когда болеете, или на губы, на локти, куда угодно. Вот такие вот средства я очень люблю, натуральные, аптечные. Вот так оно выглядит. Посмотрите, пожалуйста, кто еще не знаком, обязательно попробуйте. Она очень-очень бюджетная, увесистая, жирненькая, поэтому хватает ее обычно надолго. Вы спрашивали у меня, использую ли я масла. Да, использую. Я рассказывала вам, каким же образом я обогащаю ими, и какими маслами различные кремы. Поэтому посмотрите, пожалуйста, мое видео, тоже ссылочку вам оставлю, либо вот здесь, либо здесь в описании, под кнопочкой «Еще» вы раскроете, там будут все ссылки на видео, о которых я сейчас говорю. Это облепиховое масло. Здесь 100 мл, его довольно много. Закончилось оно у меня вот просто недавно. Остаточки я добавила в свой крем. Мне очень нравится эффект кожи, такой напитанный, особенно тело. И поэтому я использую вот такие вот средства дополнительно, потому что кожа у меня, как вы знаете, сухая. С удовольствием использовала. И запах прям такой, знаете, у него аромат прям такой, как будто бы вот вы морс пьете облепиховый. То, что это абсолютно натуральное 100% масло. Оно не рафинированное, но, вы знаете, на теле никакого желтого оттенка не было на коже. Мне нравится. Залечивает ранки и очень хорошо избавляет от шелушений. Гели для душа муж все время вот такие покупают. Мужские, женские, пальма, лев. Мне нравятся. Я люблю непрозрачные гели, знаете, такие вот молочного оттенка. Они как-то больше увлажняют, я так заметила. Ну, вероятно, потому что в них такие кремообразные вещества содержатся. Для нашей кожи самое оно. Ну, и, конечно же, удобный дозатор. Я не люблю открывать мыльными руками какие-то банки, так что для меня вот такие варианты подходят. Я не часто показываю вам, как вы видите, хозяйственные вещи. Не считаю нужным вас обременять какими-то штуками, ненужными занимать ваше время, эфирное время. Поэтому, если я показываю, значит, это либо разочарование, либо я что-то замечательное нашла, что будет потрясающе работать, там, скажем, на зубах, на глазах, чем угодно. Это профессиональная линейка Colgate Total Professional Clean. Я не знаю, как у вас, но у меня вот эта паста до конца даже не выдавливается. Смотрите, вот там еще очень много средств. Вероятно, мне придется отрезать, чтобы его использовать. Ну, в общем, это ужасно. Очень мягкая такая вот упаковка. Поэтому, если у вас нет вот такого вот плана штуки, которая надевается специально на тюбик, как я вам показывала, да, в всяких своих таких домашних находках, то вот без нее вы совершенно его не выдавите. Поэтому вот из этой серии Colgate Total Professional, ну, если вы просто не хотите мучиться, не покупайте. А паста, в принципе, хорошая, но я не могу сказать, что она какая-то отбеливающая, но она просто такая сильно мятная. Вот и все. Закончилось у меня две маски. Одна из них это The CMCM. Тоже вам сейчас только что показывала, да? Пеночку для умывания. Это корейский бренд. Он очень хороший. Мне приходил почему-то в подарок. Наверное, у них была какая-то акция. В iHerb непонятно почему, но, в общем, мне вот так то ли в пробниках он был. Да, по-моему, в пробниках или мне в подарок положили. Но неважно. Я уже сказала вам, сегодня какой-то ассортимент косметики есть на iHerb. В целом компания шикарная, ингредиенты замечательные. Маска успокаивает хорошо, увлажняет хорошо. Отличная маска. К тому же здесь очень-очень много средства внутри. Маска, из-за которой, в общем-то, нам, как я уже рассказывала, в последний раз уже второй аккаунт закрыли на Алиэкспресс. То есть, я рассказывала, как обманывать на Алиэкспресс. Посмотрите, пожалуйста, мое видео, кому интересно. Значит, это маска BioAqua. Это самая знаменитая, ну, такая, одна из самых знаменитых китайская компания, которая под корейские делает все, что делают они, с точно такими же абсолютно этикетками. 92% сока алоэ вот в этих вот самых масочках. Ну, конечно, заказывали мы совсем не то, заказывали мы огромную банку с алоэ, получили в итоге вот вместо нее вот такую одноразовую штучку. Ну, что я вам хочу сказать, здесь тоже очень много сыворотки, и, конечно, спасибо, но мы-то за банку заплатили, в которой должно было быть 300 грамм геля алоэ. Как вы знаете, я его очень люблю. Я бы не советовала вам вот такие вот вещи заказывать на Алиэкспресс, а вообще на Алиэкспресс больше не советую заказывать никому. Так, ребята, следующее разочарование. Вы будете, может быть, удивлены, но это кисточка от Гоши. Вроде бы, смотрите, такая пушистая, такая прям мягенькая. Кисть, я так понимаю, для румянок. Видно, что вот из нее торчат все волоски, какие только можно. Видите, все в разные стороны торчат. Но мало того. Ладно уж, пусть торчат, можно отрезать. После того, как вы ей пользуетесь, вы превращаетесь в черную кошку. То есть, если вам хочется, вы собираетесь на Хэллоуин, на какую-то вечеринку, пожалуйста, используйте эту кисточку. Я подозреваю, что вся партия такая. Эти кисточки неправильно зажаты или вообще, в принципе, технология неправильного производства. Где-то там в Китае их заказали, и Гоши продает. Я понимаю, конечно, бренд не очень дорогой, но так позориться с такими кисточками я бы не стала. 300-й номер. Я заказывала ее на Beauty Home вдогонку ко всем распродажам, которые там были. Не берите, ребята. Она лезет безбожно. У вас просто будет черная, шерстистая, очень милая мордочка вместо вашего красивого лица. Так что аккуратнее с этими кисточками. Все волосы остаются на вашем лице, прилипают к тону. Это очень страшно выглядит. У них уже нет тонального средства. Выбрасываю две баночки от Avon с фактором защиты SPF 50 и от Vichy Air Tent Pur. Это такое очень было светлое средство. Кто интересуется, как сделать собственный кушен своими руками, посмотрите, пожалуйста, мое видео. Мы с вами снимали его. Собственно, вот эти два средства я как раз использовала для приготовления собственного кушена. Насколько я помню, я приобретала Vichy, ну, в принципе, она продается в аптеках, и этот тон позиционировался как противовоспалительный. Когда я его приобретала некоторое время назад, точнее, несколько лет, и вот он у меня жил в холодильнике, у меня были какие-то высыпания такие, но потом выяснилось, что это не воспаление, что это гормональная или какая-то аллергия. Я уже сейчас не помню, но он действительно мне помогал. Но, конечно, это слишком светлое для меня средство, поэтому я их смешивала и тогда получала нужный мне оттенок. CC-крем от Avon замечательно ложится, но при условии, что ничего у вас на лице нет. То есть, если вы какой-то крем влажнящий нанесли, а это значит, я не могу его использовать зимой, потому что у меня очень богатый уход зимой, он начинает на этом креме кататься. Так вот, летом шикарное средство, но, наверное, он так и рассчитан все-таки на лето, потому что это SPF 50, ему нужно время, чтобы усесться, и нужна сухая кожа, чтобы на ней усесться. И тогда его совершенно незаметно. Я думаю, что, в принципе, ну, если они не исчезнут, я, наверное, буду приобретать себе еще, когда у меня закончится хоть что-нибудь. Если бы вы видели, какое количество тональных кремов, я не поняла, как так случилось, но в моей коллекции есть. Так что с удовольствием выбрасываю два. Почти закончился, но уже вышли все сроки годности и изменился. И оттенок стал более темным почему-то, и аромат очень сильно изменился. Афинитон, совершенный тон от Maybelline. Здесь 30 мл, больше половины мы использовали. Вначале я, а потом дочка. Больше я не буду его приобретать, потому что его очень сильно видно на коже, но, на мой взгляд, по крайней мере, на моей коже. Очень-очень сильно загустел. Оттенок этот называется ванильно-розовый. Я бы не советовала вам его приобретать. Я не знаю, сейчас они есть или нет, потому что куплен он был где-то лет 5 назад. И поэтому вот сейчас все, я от него уже избавляюсь. Наверное, это фамилия Биззарюк. Вот такой вот воск с маслами. Приобретаю я такие средства, когда езжу на наш юг. Замечательный такой вот, видите, восковый продукт. До сих пор остался здесь на донышке. Очень хорошо этим средством увлажнять кутикулу и также наносить на руки. В принципе, можно возить с собой. Но вот баночка, к сожалению, видите, не закручивается. Прям так слишком легко открывается, поэтому необходимо было как-то так его чем-то еще дополнительно запечатывать. Куда-то приплюснуть в чемодан. Ну, в общем, не очень удобно, конечно, при перевозке. Однако вот количество его вот такое небольшое довольно долго у меня использовалось. Использовала с удовольствием. Если буду в Сочи или где-то в Анапе, может быть, где-то у нас на юге, то приобрету, я думаю, еще. Стоит он копейки, по-моему, 100 рублей или 80. Вот такая вот упаковочка. Закончился бальзам для губ от Reviva Labs. То, что там внутри, уже не обращайте внимания. Пыталась сделать свою помаду. И, в общем, безуспешно. Сейчас покажу, какую помаду я выбрасываю, какую я хотела исправить. Использовала это как коробочку для помады. Ну, в общем, неудачно пришлось выбросить. Значит, это бальзам с витамином Е здесь был. Но он довольно тугоплавкий. Ребята, если вы будете вот такой приобретать, на iHerb, учтите, он не прям вот плавится, как воск, который я вам только что показала. Он довольно такой плотный. Но зато у вас не будет с ним никаких проблем, если вы живете в жарких городах, странах, где все прям плавится. Вот это ваш продукт. То есть посмотрите, пожалуйста, на iHerb в разделе косметики Revival Labs. Очень хорошо он отшелушивает губы. У меня даже было такое ощущение, что некоторое время они шелушились после того, как я начала их использовать, потому что здесь довольно много витамина Е. А потом как-то все прошло, и губки стали прям такие как новенькие. Ну и вот, собственно, та самая помада, которую я пыталась каким-то образом перелить, разделить на две, потому что пыталась смешать ее с восковым таким увлажнителем для губ. По той простой причине, что это помада от Avon. Вот так она называется. Посмотрите, пожалуйста, кому это нужно. Имеет она очень, кстати говоря, красивый вот такой вот персиковый оттенок. Красиво она смотрится на губах, но только исключительно, ребята, на видео. В жизни она сушит очень сильно губы и полосит безбожно. Также липнет. На губах все равно полосит. Цвет остался, она стала более прозрачной, но все равно. Я ее пыталась заморозить, и она у меня замерзла. Такой странной скульптурой. Какая-то ерунда с этой помадой. Выбрасываю безжалостно все. Избавляюсь. У меня огромная-огромная коллекция помад. И те, которые мне портят губы, мне совершенно не нужны. Я точно это выбрасываю. Вот такой вот Stick Charm. Заказывала его на Алиэкспресс. Это Smooth, новая. Вот как-то так называется. Должен быть хайлайтер. Настолько подчеркивает текстуру кожи. Его, в принципе, здесь вроде бы как бы и немного. И он дает, как вы видите, довольно сильный такой белесый оттенок. Но вроде бы вот так кажется влажный финиш. Да? Вроде кажется красиво. Вы знаете, при разнесении на коже видна прям каждая-каждая пора. Вот все-все видно. То есть он так прям подчеркивает текстуру. Я не нашла ему применения. Вот такому вот прям сильно яркому жемчужному оттенку. В принципе, я пробовала его использовать и на ноги, и на руки. Везде он очень сильно виден. И через какое-то время он скатывается в морщинки, если использовать его как хайлайтер. Нет. Безжалостно выбрасываю. Аж два вот таких вот лайнера в проект вносила. И ванатру калор. То есть решилась его выбросить уже в январе. Я вам, по-моему, рассказывала об этом. И один у меня был в моей косметичке. На месяц катрис. Ну, один и другой перестали совершенно рисовать. Кончики у них забились. Сначала рисовали неплохо, но вот. В итоге, посмотрите. То ли высохли, то ли забиваются эти фетровые кончики настолько сильно, что вообще никакого цвета не дают. В общем, я решила, что больше я такие фломастеры не приобретаю. Сейчас использую исключительно такие жидкие подводки, которые служат от начала и до конца. Да, и нужно уметь пользоваться жидкими подводками, но я рисую хорошо, поэтому для меня не составляет труда использовать именно жидкие подводки с кисточкой. Вот Эйвен хотя бы еще сколько-то времени прорисовал. Ну, катрис просто, ну, у меня слов нет, выбрасываю. Я не знаю, как он назывался. В общем, это был какой-то арбузный, такой, с вкусным таким ароматом. От Эйвен бальзамчик. Вот такая огромная была банка, ну, прям большая для бальзама. Он был весь заполнен. С удовольствием его использовал. Но он так давно у нас был уже, я прям даже про него забыла. Потом нашла, просто поставила в коридор, и все-все пользовались. И поэтому он довольно быстро у нас уже улетел. Минеральная паста для ногтей, которая зашлифовывает как бы ногти, снимает все неровности с ногтевой пластины и зашлифовывает. В профессиональных магазинах можно вот такие вот средства приобрести. Видите, она такая розовая, но она абсолютно засохла. Вот просто абсолютно сухая. Поэтому, к сожалению, да, я не успела немножечко ей допользоваться, но пользовалась удовольствием. Действительно, хорошо шлифует ноготь. Не снимает лишнего, просто вот так вот нужно наносить на чистую ногтевую пластину. Потом снимать и потом уже наносить либо воск, либо сразу запечатывать ноготь каким-то лаком, который предохраняет от расслаивания. Да, мне это средство нравилось, но его как-то не так часто я вижу где-то вообще. Я его заказывала онлайн. Ну, просто не хочется сейчас тем заниматься. Ради вот такой баночки, она, кстати говоря, очень бюджетная, стоит с чем-то рублей или что-то, 200 стоит. И хватает ее надолго, и нужно прям каплю-каплю. Но, видите, зато они быстро высыхают, к сожалению. Выбрасываю практически полное вот средство. Это Make Up Brow от Essence. Тени находятся сами в колпачке. Вот видите, даже тени эти вообще ничего не переносят на кожу. Они остаются только на волосках, чего абсолютно не нужно. Нужно прокрашивать кожу именно между волосками. Ну, в общем, это какой-то ужас. У меня других слов нет. Я не могу тратить на брови по 15-20 минут в день. У меня, в принципе, столько занимает макияж, не более 10-15 минут. Довольно быстро делаю макияж, если, конечно, я с вами не разговариваю о чем-то серьезном и не делаю вечерний макияж. У меня макияж очень-очень быстрый, нюдовый обычно. Я была их для нюдового макияжа, как вот такой вот светлый оттенок. Но, к сожалению, как вы видите, они вообще не переносятся. Выбрасываю. Близко от Эвелайн у меня закончилось. Использовала его только дома, исключительно потому, что в нем есть блестки. Вот видите. И вообще вот такие вот средства я очень люблю. Мне все равно есть нет блестки. Я использую их до конца. У меня довольно много ранее я приобретала, скопилась. Потом я нашла просто целый пакет с ними. При переезде я просто про них забыла. Но, видите, в итоге у меня довольно сухие губы. Поэтому я часто увлажняю. Видите, они у меня уходят. Мне даже не нужно их брать в свой проект, использовать по максимуму. Хотя хотела, но, вот видите, даже не успела. Торлет в 102 коричневом оттенке от L'Etoile. Туши мне эти нравились. Как вы видели, у меня была такая же синяя. В прошлом году она у меня в проекте использовать по максимуму закончилась. Цвет у нее был вот такой. Очень деликатный, коричневый, красивый. Если они все еще продаются, я думаю, что я приобрету снова ее. Потому что цвет мне очень-очень нравился. Видите, он даже какой-то такой какао, что ли. Вот такой цвет. Кисточке я к такой пушистой привыкла. Мне она ничуть не смущала. Но вот, к сожалению, уже она засохла. И ее там совсем, видимо, мало-мало осталось. Первоначальный аромат она уже свой потеряла. Стало чем-то кислым таким пахнуть. Поэтому отправляю ее на заслуженный покой. Прокрашивала реснички чудесно. Делала их пушистенькими такими. И не требовала дополнительной базы. То есть мне ее хватало и без базы. Следующий продукт – это у нас духи и ароматы. Закончился у меня второй флакон Белиссима от Блю Марин. Я обожаю этот аромат. Он такой очень необычный. Он легкий, с одной стороны. А с другой стороны он очень горький. И он прям такой вот-вот, который нужен, мне кажется, педагогу. Он серьезный. И я очень часто его использовала именно на работу. Здесь такая шайба, жутко тяжелая. Я вам летом такой же аромат показывала. Своим первым еще видео, что съела моя кожа за лето, насколько я помню. И вот это уже второй, представляете, у меня закончился. Но я просто обожаю. Но там какая-то капля осталась. Но ее уже не представляется возможным вытащить. Потому что там немножечко, как вы видите, изогнутое дно. Очень хороший аромат. Я не видела в последнее время, чтобы он продавался. У меня было сразу два флакона. Один мне дарили, один мне отдала подруга. Вот такой. Если вы где-то его встретите у кого-то, попробуйте. Я думаю, вы далее будете уже его угадывать. Потому что он ни на что не похож. Вообще ни на что. Закончился Диор и Дикт. Тот самый аромат, который содержал в себе грейпфрут. Именно поэтому я как-то прикипела так к нему душой. Мне удалось до конца использовать. Но вот эту каплю, которая там осталась, конечно, уже невозможно использовать. Даже включала его в свой проект использовать по максимуму до конца 2018 года. И все равно у меня на начало года чуть-чуть его оставалось. Поэтому технически он закончился у меня именно в январе. Мне вот эта серия розовенького, да, вот такого грейпфрутового розового цвета мне очень нравилась. Поэтому да, скорее всего, я приобрету его еще, когда хну, хоть что-то еще у меня закончится. У меня более 20 в коллекции ароматов. Очень свежий аромат от Wood. Вот именно эта серия ароматов, видимо, не моя. То есть они прям, они, знаете, такой мне напоминают вкусный гель для душа, шампунчик какой-то. У меня с удовольствием его использовала дочка. То есть вот это не мой аромат, мне его дарили. Такое ощущение, что человек только что вышел из душа. Это очень хорошо. Это такой аромат чистоты, на мой взгляд. Кстати говоря, это очень недорогие ароматы. И если вы ищете что-то похожее, вовсе не обязательно покупать что-то безумно дорогое. Есть и в Wood вот такие же. Ну и теперь много-много витаминов. Быстренько расскажу вам Skin Nails & Hair от Salgar. Лечу свои ногти. Хочу, чтобы волосы быстрее выросли. Это самые лучшие витамины сейчас, в данный момент, на рынке. Заказываю с iHerb в три раза дешевле, чем в наших городских московских аптеках. В три раза, ребята. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны. Не переплачивайте. Возможно, лучше зарегистрироваться на iHerb. Для тех, кто не знает, как регистрация, как сделать заказ. Я делала видео. Вот здесь вам оставлю. Посмотрите, пожалуйста, вы очень сильно сэкономите. Кстати говоря, только сейчас, вот возможно, дополнительную скидку 5% своим кодом получить. Только для новых покупателей. Друзья, пока не могу вас обрадовать стареньким покупателям. Тем, кто постоянно приобретает iHerb. Ну, и так там довольно хорошие скидки. Но те, кто первый раз, смотрите, код вот здесь я вам оставляю. Кто заказывает, кто любит хорошие витамины, принимает регулярно и не хочет переплачивать, заходите на этот сайт. Когда болели, принимали ацидофилин. Вы, я думаю, знаете, ацидофилин бактерии. Для организма очень-очень полезный. Здесь 150 капсул. И это пробиотики. Очень хорошая цена. Компания называется 21 век. 23rd century. Вот логотип. Очень советую вам обратить на него внимание. Там очень-очень бюджетный, кстати, очень хорошего качества витамин. Тоже на iHerb. Тоже американская, как и Салгар, фирма. Nature Plus. Лицитин. Приобретаю, покупаю регулярно. Тоже на iHerb. Думаю, о пользе лицитина вы знаете. Я приобретаю очень бюджетно на iHerb. У нас продается в 10 раз, наверное, дороже. Потому что это очень такая популярная биодобавка. И действительно, она не зря популярная. Она улучшает структуру волос ногтей. Делает более эластичными. Таким образом, они не ломаются. Все то же самое с кожей. То есть, в помощь к витаминам роста и закреплению затвердевания кератина в ногтях и волосах. Вот к этим витаминам от Solgar Skin Nails and Hair. Лицитин просто незаменимый. Такое вот скрепляющее, вязкое вещество. Комплекс серы, который помогает затвердеванию кератина. Делает более плотными волосы. А лицитин делает волосы ногти и кожу более такой эластичной. И делает волосы ногти и кожу более молодой. Витамин С принимаем, когда начинаем валеть или чувствуем в какие-то такие периоды, когда все вокруг болеют, дети болеют. У меня ученики приходят, младшие дети болеют. К нам тоже в гости заходят. Поэтому мы California Gold Nutrition предпочитаем вот такие вот витамины С. Все приобретать тоже на I.E.R. Здесь хорошая дозировка. 1000 мг, 60 таблеточек вегетарианских. Поэтому да, принимаем, когда это необходимо. Далее витамин D3. В периоды холодов принимаем дополнительно. Тоже California Gold Nutrition. Здесь 5000 дозировка. Здесь продаются очень часто в разделе пробных товарах. По очень смешной цене. Поэтому, ребят, смотрите, пожалуйста, в эти пробные товары. Заходите. Просто вы можете в 2-3 раза дешевле еще от той цены, более выгодной, чем в магазинах, приобрести еще в итоге в пробных товарах. Ну, глюкозамин хондритин я принимаю постоянно. Я вам уже говорила. Вот видите, в то время, как в первом видео, по-моему, тоже вам показывала, да, пустую баночку. И сейчас. Так что да, действительно, я принимаю постоянно. И они друг за дружкой у меня заканчиваются. Принимаю я 2 штучки в день. От разных компаний, и та, и та мне нравятся, и California Gold Nutrition. Вот так это выглядит. По предписанию хирурга. Принимаю для суставов. Ну, и последняя баночка, очень вкусная из сегодняшнего видео. Это мои любимые жвачки. Они отбеливающие, убирающие неприятный аромат. Они с корицей. Я очень люблю корицу. У меня все практически с корицей. Я обожаю ее. Мне нравятся горьковатые такие пряные ароматы. Не душащие, не сильно сладкие. Здесь 50 подушечек. Они прям такие толстенькие. Она не сильно сладкая. Соответственно, она без сахара. Такая же баночка у меня сейчас еще одна осталась. Дальше буду опять заказывать. Такие есть с другими ароматами, с другими вкусами. Апельсиновые, мятные, какие угодно. Приобретаем их тоже на iHerb. Я так рада, что я теперь избавлюсь от этих всех баночек. И я очень рада, если я смогла вам помочь. И рассказала, по крайней мере, свое индивидуальное мнение. Возможно, эти средства, которые вам только что показывала, будут на вас работать совсем под руком. Но я знаю по себе, что очень полезно услышать окончательный вердикт. Поэтому я понимаю, стоит ли мне приобретать такое средство или нет. Поэтому я тоже люблю смотреть видео о пустых баночках. Кстати говоря, сегодня на мне макияж выполнен с помощью палеточки, которую вы выбрали от Dolce & Gabbana в мою косметичку месяца. И сегодня я использовала лавандовые и вот эти вот телесные тени. Также у меня фиолетовые стрелки. Вот так, необычно. И вот он этот цвет лавандовый, да, точно как блузочка. Поэтому, если вам нравится такой макияж, вот он. Посмотрите, пожалуйста, и скажите тогда, хотите ли вы сделать его отдельным видео. И, конечно же, друзья, я жду темы, в которые мы могли бы с вами обсудить в процессе нанесения этого макияжа. Пишите, пожалуйста, не стесняйтесь. И тогда я выберу самую актуальную для меня. И мы сделаем с вами отдельное видео с макияжем, с палеткой Dolce & Gabbana. И поговорим на интересующую вас тему. Спасибо большое, друзья, что вы были со мной. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!